В прошлый раз вы говорили, что письмо напишете официально. Уже написано, оно регистрируется в данный момент в вашей рекламе. Если вы это сделали, то вы не говорите, то вы не говорите. Мы не решаем, но спросите вещи, которые мы можем отпускать. Давайте тогда пускай. Первое. На каком основании наш человек принимает наши два зона? Второй очереди. А именно номер документа, приказ, если он был. Кто выбирал, Джек и так далее. Мы эти вопросы звучали две недели назад. Я вам сказал, что вы напишете официальное письмо и вам официально ответят. Я еще раз скажу, что если бы это было сделано тогда, когда мы говорили, где я с кем-то вы же общались. Вы же обращаете. Нет, я не хочу давать ответы на... На причину. Право, наверное, вы не имеете. А кто имеет? Давайте так, к кому можно обращаться. Спасибо. Вы лично вам написали? У нас есть. Я лично вам ответил. Я же вам сказал, что это официально ответят. Да, они его официально ответят. С печати, на бланке, как-то у вас. В лично мы получим ответ. Да. Можно я задать, по темному причину, по которой вы сейчас не хотите, обычно озвучить этот кусочек метр, который... Потому что вы не знаете. Все, а мы не знаем. Направление было выбрано. Это очень важно. Я сейчас организация, значит, на вашу работу. Хорошо. А вообще, каким образом прогресс? На основании чего? Если замолвать будем лицом, если суд у любого хозяйства. Эти нюансы вам расскажет, видит лицом, что у вас. Представляете, у Жека здесь есть? Да, конечно. У Жека знает. На основании чего вы думаете. Ответ, да? Вы сказали. Вы знаете, у нас просто ситуация такая. Я сегодня пришел на объект, а там сидит ваш человек. Она ничего не знает. Что она говорит? У нее не работает интернет. Она не может нам распечатать даже договор, который она хочет. Другая подпись. 10 часов 30 минут. Нет, я час назад. Тоже сомневаюсь. Интернет, как он сейчас время пробовал. Ну, распечатать, хотя бы ознакомиться, посмотреть. Она говорит, ну, читайте на моем маниплее. Вроде, насколько мы знаем, отговаривали эту ситуацию. Даже уже вступили передовой и эссоциативная группа. Вам послали правки по этому делу, да? А она же пришла туда с договором, который вступил на молчание. Нет? Ну, мы просто об этом и не знаем. Потому что вы... У нас сейчас, например, для договора, который я сегодня получила у Юлии, на месте около двух часов, он полностью 100% совпадает с тем, который мы вам предложили править две недели назад. Здесь нет ни одной поправки. Нет. Это абсолютно идентичный документ. Вы можете указать тогда где? Где эти правки? Что именно вы исправили? В первоначальном тексте. Тумб 3-4. Тумб 3-4-3. Тумб 3-4. Договор не відповідає, что он выполнив договору, но мы его наповнили декоративным моментом. Основным вашим замечанием было, что договор, который мает право быть разделен, Забудьте, в Миквилинсе еще будет текунду уговами выполняться. Вы понимаете, согласно законодательства, в доме может быть только одна эксплуатирующая аквалидация. Две эксплуатирующих организации в доме не присмотрено в следующем законодательстве. В случае, если вас что-то не устраивает, то рано и формируется. ... ... ... ... ... ... Если этот уговор разрывается, это вам не соблюдается в первую очередь, а в ваших услугах. В перспективе, если хотят вступить в СПП, то это вам не заключается, когда вы вступаете в ваших услугах. Вам придется на разговорах с сотрудниками в задаче компании, и не заключать его уже в саппорте. Сейчас не понял. Все же это будет иметь, что он пересканирует в саппорте. Он автоматически разрывается в пунктах договора предусмотрено, что договор может быть в случае створения иншую юридичную особу у СББ. Она что-то в условиях выполнена. То есть договоры будут смотреться, если у вас с ББ, но договор предстоит есть. На данный момент с другом, вы можете принять запрещение с другом, что договора. Вы поймете одну вещь. В данной ситуации мы говорим о правовом вещах. Для обычного жильца важен не важен, важен блюдо, потому что вам дали приговор на себя, ну, с нашими нам. Мы ответы не получили, а сегодня, по факту, видели вашего представителя, который что-то пытается кому-то предложить. Мы с этим в порядке не согласны. И многих жильцов, сегодня я лично не буду, которые позвонили в Киев Горской и пригласили к подписанию вашего документа. Это неправильная позиция. Мы ее не поддержим. Мы предлагаем согласовать. Нормально. А потом уже с людьми подписывать, чтобы не было котов в мешке. Да? Кому-то подписали. Видите, договор под каждым инициативным группам перед телом вас в каждом инициативном пункте не будет. Подождите, сегодня у вас инициативная группа одна. Через две недели будет распадется коалиция, создается оппозиция. Это коалиция существует больше, чем существуете вы здесь, как ЖЭК. Этого мы не распадемся. Смотрите, под каждого, еще раз повторяю, мы не собираемся перед телом. Мы пока не перед телом не говорим. Мы вам оказываем услуги, вы за эти услуги оплачиваете. Все. Окей, мы не отказываемся. Но вы еще за нас не договорились. У нас должны быть договорные отношения, чтобы вы могли прибывать с нас, а мы с нас с вами. Давайте мы не рассуждать. Пожалуйста. Скажите, мы знакомы с Максимом Анатольевичем. Можно попросить представить вас и вашего товарища? Мы с вами Александра. Еще раз можно, пожалуйста? Александра Александровича. А главное же нет того, чем правительство. А у вас и главный человек. Спасибо. А вас? Меня зовут Бабра Алиса Кромовна. Берез конкурсов, товары с озамочной архитектурой, с обеспечением. Спасибо. Сколько это у нас существует? С 106-го года. Можно еще задать вопрос по договору. В общем, 2-го года. Размер шемесячной платы за этим договором, а измены, это свидетельно, с удеватостью послуга. Это что значит? Значит, смотрите, в связи с тем, что на сегодняшний момент нестабильная ситуация по... То есть, тарифы на электропостачание могут поменяться. То есть, есть какая-то методика... Судевательный способ – это другое. Значит, смотрите, я вам расскажу, что я понимаю. Судевательный способ может изменить все больше або меньше стороны. У нас есть подключенный ремонт для заложения каких-то мелких материалов на ремонт. Капитальный подключенный ремонт. Ростуемость, их тоже распределить. Простей. Что тут сделать для себя крылья? Я думаю, что мы не делаем, что мы выступаем. Мы не сдерживаем, что они ненавидимы. Это как тут нет. Это даже не это мы согласны. Мы знаем, что вам нужно... Нам главное вычетнуть это то, чтобы они не спесы. Зависит, чем все. Мы не хотим брать отопление, горячую воду, холодную воду для себя. Мы будем делать все возможное для того, чтобы заключить прямые договора. Для того, чтобы вы заключили прямые договора с подключенными услугами канала МТВН, нам нужно подать заключить договор просто и брать. Для этого нам нужно собрать 50% минимум опросных листов о том, что вы готовы заключить прямые договора. Мы поддаем договор в отпускную працию, и вас уже Киевенега самостоятельно с вами заключает договор. То есть, получается, если не будет 50% плюсов, а то кто-то туда захотят предъявлять, что мы будем делать ремонт, мы хотим максимально, мы берем на себя обязательство. То есть, если вы нам поможете сейчас максимально собрать 51%, то мы же не хотим что-то заполнить для того, чтобы мы обратились с Киевенега с договором. Поймите, мы хотим вам помочь. Мы с первого дня, когда нас только сейчас его человек, мы как бы нормально общались, были вопросы, были ответы. До того, как ваш представитель выложил те спутки в вопрос. Тот, который мы почитали, мы уже с ним, понимаете? До этого мы нормально отложились. Давайте подведем. Вы видите, что у многих есть вопросы к этому договору. Вы сейчас, не приняв к сведению этих замечаний, предлагаете людям их подписывать. Вот вы сейчас это услышали. Давайте вы прекратите сейчас предлагать людям это подписывать. Мы все-таки согласуем с единственной цепленной группой. Их других нет. Эти правки. И после этого, возможно, вы будете предлагать что-то подписывать, а не учитывать. Хорошо, что сейчас было знали. Не вопрос. Вы изначально просили взять за основу типовой, который принят текущим законодательством Украины. Что вам мешает взять его за основу? Он взят за основу. Там ничего сверху нового нет. Давайте его напишем. Берем типовой и подписываем. Мы сейчас готовы. Мы взяли за основу типоводу, что вас конкретно в нашем договоре не устраивает. Это наше право, а не обязанность. Понимаете? Вот только за типовой и все. Мы согласны. Далее. Мы с вами согласовали конкретные правки. Вам их отправили. От вас никакого ответа не было. Договоры в марки вне силы. Никаких правок. Мы уже ознакомились. Спасибо. Никаких правок. Подождите. Я все расскажу уже. Мы вам направили свои правки. Вы их не внесли. При этом вы сегодня на объекте уже предлагаете подписывать договор. И когда вас спрашивают, согласовали ли вы этот договор с инициативной группой, вы отвечаете, что да, вы согласовали. При том, что инициативная группа вообще без понятия. Вы согласовали. Они не знают о том, что вы согласовали. Что вы даете подписывать? Вы врете. Ух ты. Кроме он ферма не злого ворота. Забавно жил. Ну что вы рассказываете. Вот наши правки. Вот еще вы мне присоединили. Давайте не тратить время. Вы услышали наше пожелание. Давайте проведем встречу. И пройдемся по этим правкам. И вы покажете, что вы отнесли висканей. Вы просто, ну, вы просто, ну, вы просто врете. Что нам не тратите сейчас всем в глаза. И как бы, ну, я уже, как-то, не нужно на это смотреть. Ну, мы тратим сейчас время за кругом выбора. Мистер, ну, честно, я не понимаю. Вы хотите за ремонт делать или мы можем иметь секунду? Давайте без манипуляций, правильно? Есть верки. Вы сейчас же не понимаете. Вы не хотим за ремонт. Какое время за ремонт? Ну, как вы подумали, что писать. Алло, не переводите тему. Давайте на ремонт. Там опор. Согласование. Да, да, опор. Вы услышали пожелание группы, что нужна встреча по согласованию договора. До этого его не предлагать. Вы услышали пожелание? Если у вас есть это желание, вы организуете эту встречу так быстро, как сможете. Вот до завтра. У вас есть такое желание? Вот мы и увидим ваше желание. А вы можете их поменять? Я не знаю. Они мне очень не нравятся. Они мне очень не нравятся. Сколько вы посчитаете для себя удобным? Побоитесь, с корена будет один человек. Сколько считает нам нужно? Можно я сочетаю с этим... У нас нет возможности. У нас нет возможности. У нас нет возможности. Мы не можем стоять. Понятно? Мы можем подъехать на объект и там стоять. Это от нас. Максим Чепелин. У вас есть контакты? Согласуйте. Опять же. Только потом не надо предлагать, подписывать всем этот договор и говорить, что мы все согласовали. С нашей стороны будут контакты инициативной группы. Ваши и вашей инициативной группы. Мы окружаем вам подъемную акционную почту, пожалуйста. Вы можете... Вот вы демонстрируете желание. Вы не делали правки. Да у вас есть контакты инициативной группы. А у вас есть контакты. Вы с кем? Вы с вами все звали? Да. Ден, вы мне что-то вообще сказали после того, как я вам выслал наши правки. Ничего вы нам не сказали про них. Абсолютно вообще ничего не сказали. Да он сейчас... Внесенные. Что внесенные? Как это отразилось на договоре? Что... Может быть, вы с чем-то не согласны? Вы ничего вообще не сказали. Ноль. Сергей. Зачитаю, Пеша. Для откладания договора просим надать насчетный документ для вашей компании. Копию статута. Пожалуйста, можно? Копия статута у вас есть, наш инклюкционный год. Вы можете с нашим статутом и с такими... А вы надать не можете? Проблема очень. У нас есть конец и романтий. Как бы мы с вами сходим? Смотрите, будет обменный... Это точно. Я еще раз говорю. Назмуха, девочки, весь аркет документов... На Абухам. Сегодня я подхожу, спрашиваю. У вас есть какие-то документы, например? Нет. Только больше нужны наши инклюкции. Все. Да просто знайте, кто вы такие. Вот в чем дело. Не хотим вы свои инклюкции делать. Он пошли на сихотеку. Это наше контролирующее, то есть наше основное место. Это мутное касание, извините. Хорошо. Они вам обеспечивают. Был в интернете вопрос, или там, по крайней мере, может, к вам лично не было вопроса, но, если у вас уже достаточно количества тех же оборудований, да, для обеспечения тех же коммуникаций, сколько домов в инкерии обслуживаете? Если у вас уже обслуживаете, то есть цифры были, там, 6 домов, там, то есть риски очень большие. Значит, нашим основным, значит, основным нашим условием есть литовские бюджетские северники. Они, кто же, отбегли и зашли в Украину. То есть, мы, кто же, здесь, украинская жировая компания, которая открытила в первую очередь, и в вторую очередь, кто же, отбеглисты для детей. По сути, у нас собственный литовик северники, украинская жировая компания МДЛ. Значит, в Киеве обслуживается больше 10 домов. У ЖК, и мы сейчас зашли на эту работу. Ну, туда, считай, 6 домов в Маститской. А вы знаете, какая у вас репутация? Вы понимаете, что компания была продана. Естественно, репутация зарабатывается годами. Мы готовы показать, что инвестор зашел новый, и работа будет чуть ли не видна. В чем же вы показываете? Вы уже показали. Если вы скажете с первого слова, то что лучше? Действительно. Первое слово есть. Что вы внесли все правки. Вот какая. Я не внесла правку, по-разному, на обрывание договора. А так мы тогда все слова не было. Не, подождите, мы вам дали правки. Свои. Так внесите их, пожалуйста. Или дайте вам... Ребята, давайте прекратим, это не нужно. Встреча будет? Встреча будет. Встреча будет. Так у вас есть, подняемся. Здесь можно прекрасно понимать, что ваша компания, учредителя, там, которого вы называете прибалтий. Мы время сейчас не можем сказать, нам нужно выбрать. Здесь сейчас не могут быть, время придерживая. Мы не потянем сами содержание без инвесторов. Ну, извините меня, у вас есть код ЗКПО, есть ваши документы, и там прибалтийского инвестора нет. Посмотрите-ка, закрыто от семянного товариства, и на городе Степана 7, Литва-борочный инвестор. Посмотрите. Что, вы оттуда будете технику снегооборочную, получается? С Вильнюса. У нас снегооборочная техника есть не меньше. Мы просили предоставить материальную базу отчет по этому. Вы ничего не предоставили. Проблема в том, что у вас не было обратной связи. И мы здесь, как с любого листа. Нам претензии говорят о том, что мы письмо две недели назад не поставили. А мы нам тоже ничего не пишем. Который вы пытаетесь заговор сейчас предложить подписать. Вы слышали вообще, что я рассказывал? Еще раз повторите. Не надо, все. Счетчики были установлены в практике и вот на канализацию. У нас в наличии будет все, но проблема в том, что вы не получили, что в отопительный сезон вы будете писать письма МДЛ, вылечиться, ребята, а у нас счетчики украли. Так это не наша проблема на этаже сейчас. Должна быть охрана, и это сейчас там есть. Охрана должна быть в обществе, но кто ее будет оплачивать? Это не фобик старик, а охрана. А почему вы не предлагаете? А вы предложили хоть одно предложение по охране? Тариф расписали, за что вы берете деньги? Мы вам предоставим охрану. Предоставим охрану. Предлагаете? Предлагаете? По практике мы предлагали, мы считали, но вот дома отказываются. Вы нас предлагаете? И 17% должны быть согласны, чтобы мы установили вам охрану. Мы не можем ее вынести, мы не подготовительная организация, понимаете? Вы ничего не можете, но тем не менее... Смотрите, можно я так дальше, что мы уже закрыли вопросы с вами сейчас и перешли к какому-то конструктиву. Скажите, сейчас вы нам предлагаете талиб в 7 гривен с метра квадратных. У нас дома новые. Они очень скоро будут нуждаться в капитальном и даже текущем ремонте. Скажите, пожалуйста, с каких? Вы ошибаетесь. На начальном этапе у дома намного больше укладывается, чем хоть у нас содержание. Правда? А можно еще один вопрос? Можно еще один вопрос? Я живу сейчас в первую очередь. Почему вы в первую очередь отларите 4 гривен, а у второй... Что нет? Я плачу 4 гривен с 7,29... Охренеть! Это вы мне рассказываете? Я платежка плачу. 2 июня. 2 июня. 2 июня. Вы сегодня получите платежки. Вы посмотрите. Давайте вы посмотрите, а потом скажите. Тариф утверден. Утвердил 7,17... Что туда входит? Что больше в эти 7 гривен? Большую часть денег занимает электроспоживание. Списочек. Что входит в эти 7 гривен? Просилось две недели назад. Списать тариф. За что? Если подавая тарифа, вы получите завтра. Что будет в эти 7 гривен? Что мешало сделать две недели назад? Давайте по списку дальше пойдем. Потому что сжать нам все понятно. У нас есть какой-то список от Киевнисбруда. Какие переданы на данный момент и приняты документы. по домам? Какие документы? Конкретизируйте вопросы. Есть список, пожалуйста. Которые документы, которые переданы. У нас есть список из 188, по-моему. то есть документы, которые должны быть вами переданы что из них передано? частично передано вы не можете сказать не отвечайте за меня давайте я за себя буду сам задаете вопрос, я на него отвечаю я жду вашего ответа частично документы переданы частично в процессе передачи идет процесс какие документы переданы письменные заявления естественно вам тоже письменное заявление? какие документы вы получили? давайте дальше давайте пойдем дальше еще раз опять задаем раз выполненные технические условия и соответственно акты подписаны о принятии технических условий какие сейчас подписаны? сейчас подписаны на сегодняшний день по электроэнергии что мы выполнены технические условия в стадии подписания выполнены технические условия это водопостачание? это водопостачание и водовидведение это одна организация в Киеве организация одна ты угрозный? нет выдается одной организации водоканал Киев ну в Варюю ну я что-то что-то сказал а по отоплению по отоплению выполнены выполнены подписаны да да счетчики не ставили не ставили не ставили да не стоят а что мне вправо? а вы счетчики не передайте вам же это обещается я обещал что мы будем передавать кто я сказал? ну вы значит так слушали какие-то счетчики вы сказали по чтению 4 дней передадите про электросчетчики ну касается была такая вы соберете группу из 20 людей которая подпишет на кого и по этому количеству будет выдано в ЖЭК ну может быть ЖЭК это будет все да не выдано в ЖЭК ну давайте я еще расскажу а вы вот меня пишете и потом всем покажете мы не будем передавать в ЖЭК счетчики мы их будем устанавливать только вы будете их принимать и расписываться за то что он у вас установлен когда пройдет время какое-то и часть людей заселится это будет где-то к Новому году основная масса заселится вот то что останется квартиры которые не заселили вот те счетчики мы передадим на ответственное хранение в ЖЭК чтобы они у нас по складам людей не лежат потом уже по мере поступления этих жильцов либо мы будем их устанавливать либо у нас будет договор с ЖЭК на установку этих лечений это касается электрочетчика это касается водяных счетчиков и это касается теплового счетчика это ваша собственность и вы ее должны у нас принять и расписаться за это но мы же говорили еще две недели назад говорили мы и год назад письмо на письмо отвечают письмом с предоставлением, с приложением всех додатков до кого это сможет все что мы рассказали про личные счетчики общедомовые какая ситуация? общедомовые установлены счетчики а какие не установлены? домовых счетчиков не установлено никаких домового счетчика может быть только один один ну их нет, они не установлены они не установлены они не установлены есть вообще домовый счетчик насколько я знаю на воду, на отобрения, валуть на горячую воду еще на электроэнергию удобно быть нет нет они может быть установлены где-то в подвале нет, не в подвале чуть-чуть Stay Harbor ну хорошо здесь на электроэнергию но они не установлены не установлены на воду никакие счетчики не установлены не в счетчиков знаешь, их установлены нет, скотк было так вы пробируете списки по восемь квартир в день будут устанавливать счетчиков по восемь квартир а потом будет вдруг по 40 счетчиков установить да, но это только вместе с подписанием договора ЖЭКа а тот договор, который нам ЖЭК предоставил первоначальный ну эти, был шок, как просто шок начиная от того, что мы обязаны документы правосохранения если такие списки, приехал на объект началась ли установка счетчиков мне сказали, жильцы отказались от установки счетчиков, потому что отказались подписывать договора с квартирчей организацией и этот вопрос никуда не движется еще и устанавливать счетчики не начали а хотя списки у нас по счетчикам уже вы же понимаете почему? не, ну мы же говорим про счетчики договор был, ЖЭК сказал, я согласен составить списки по 8 квартир в день в этом право нет вопрос в том, что мы не можем согласовать я завтра поставлю 10 счетчиков не, не, не могу 20 рассказывать не вопрос вы их примете? да, мы примем вы примете что дальше? что дальше? а что поменяется, когда ЖЭК примет эту квартиру? он же сказал, он ответственности не несет за эти счетчики еще темпы вы получили о, видите? так ставьте их, какая разница никто ответственности за них не несет о, так ставьте послушайте еще раз я не хочу слушать нам этот шеф третий трехкомната да, мы им продали 212 я поставлю 212 я поставлю на собственную саму витажей хорошо добренько только пусть мне позвали хорошо просвучили нам вот понимаете? все очень сложно все очень сложно скажите хорошо а вот там где нам задачи это наша промышленность даже если она то там все устанавливают счетчики а не на вы где устанавливают счетчики а не же со временем будет монетрия готовы согласно счетчики вам будут ставить те подрядчики которые работали на компьютер у нас интересует да так то сейчас они у них находятся на складе то есть мы к нашему установке счетчиков у них никакого на этом этапе где-то через полгода когда мы им передадим на ответственное хранение тогда будет иметь отношение в ближайшее время мы устанавливаем счетчики по заявке скажите субпатриарти по электроэнергии так точно по электроэнергии по электроэнергии конечно мы когда встречались две недели назад были все субпатриарчики мы с ними говорили да мы говорили что вывели вот на эту компанию с которой у нас как бы еще не согласовано ничего ну поймите вы хотите делать ремонт мы поставим счетчик дальше подразумевается работа какая-то счетчик мотает кто кому что оплачивает для чего нужен договор с ЖЭКом чтобы о чем или кто мы будем платить за это не солидно все и ангел а не еще нельзя будет на воду не цирк индивидуальность конечно и потом эта процедура может сталкиваться с этими договорами индивидуальными кирпель это уникальное Если дома сдавали, жертв не занимали, собирали документы, туда отдавали, и то эта процедура идет месяца три. И вот этот период, платить же надо, значит, честные люди, значит, надо платить жертву. Люди не задерживают стройку на полтора года. Слушайте, давайте я с кем-то одним буду говорить, хорошо? Не получится. Вот и все, понимаете, вся причина. Конечно, либо будет платить нам, а мы будем платить ИВНР. А скажите, не получится ли в какой-то ситуации? Может, я не знаю еще как будет, но платить должен жертв, он заключит договор на постоянное электроснаджение. То есть они с ними не два-три месяца за неделю? С юридическими лицами это намного проще. Тоже занимает время, но это проще. Этот период, пока мы не заключите индивидуальные договора, по этому счетчику будут сниматься показания, ни больше, ни меньше. Будете платить ЖЭКу, ЖЭК туда, и за этот период, не знаю, за какой это будет период, два месяца, три месяца, четыре месяца. Заключатся договора индивидуальные ЖЭКа, уже по квартирной, по карты, по квартирной. Ее придумать невозможно. Давайте дальше. Пожарная сигнализация. Я думаю, что да. А что же к с ним? Если вы договорались, подписывайтесь. Вы нам можете предоставить какие-то бумаги? Конечно. Пожарная сигнализация работает? Понятно. Я отвечу, она не работает. Утвержденный план врачи давно будет интересоваться, есть? Конечно. Мы же его вам давали. А он оказывается не так. Как вы? Пожарная сигнализация. Потому что у нас нет много чего-то, чего-то неправильного. Задавреты. Наш генпотребчик доказал все элементы, которые там по спецификации. Я имею в виду. А когда? Да. А что мешало это сделать раньше? Полное возникновение. Чье? Дисключители. Чье? Возникновение. Вот чье? Рабочие. То есть это рабочие должны были сообщить, что не хватает. Вы сейчас не можете еще раз этот план? Ну, у меня его в кармане нет, к сожалению. Ну, у вас же и нет. Ну, кому-то же его давали. Вот такой же. Такой же вы нам давали. Ничего не меняло. Хорошо. Такой же. У нас такой вывод, такой же, что в таких строках практик будет. Работает пожарный или нет? Поставить. Ну, как включается. А вы говорите про счетчик, чтобы вы не можете найти еще за водчиком, батарейки. Исключительно в целях сохранности. Нахраники такие же люди, как все остальные. Поверьте, я бы сказал, когда у вас будут консьержки там сидеть, и будет пропадать что-то. Вы сами себе зададите этот вопрос. На 20-м году мы сегодня в батарее стояли, в лифтовой, и на их ошибке. Нас все почему-то пугают тем, что все раскрыто. Но почему-то где-то что-то стоит, где-то что-то не стоит. Нет единого мнения. Мое мнение единое. Но только это не всегда правильно. Или у вас ваше мнение, когда надо их установить? Когда вы планируете их установить? Месяца через два. Может это от чего-то зависит? Это зависит от первой волны заселения. И по тому состоянию дома, которое будет иметь после начала ремонта. Если начнутся его все выносить, значит будем еще ждать, пока не успокоятся рабочие. Это уже будут ваши рабочие, но не точно такие же, как и наши. Разницы нет. Будет зависеть от вашего мнения? Да нет, от правильности, понимаете, кто будет зависеть. По вашему? Конечно. Нет? Да. Можно вы просто подписываем акт оплодировки счетчика, так? Ответственности, как сказали, не только не кроме нас, да? Мы там не находимся в семье, мы там еще не живем. И вдруг этот счетчик пропадает. Неважно, кто его вынес, что он с этим получает. Не уважаю. Нет, в таком случае вы покупаете счетчик и ставите его. Так вот, вопрос безопасности можно решить какими-то более уплотненными группами, не знаю. Лучше, конечно, так, может каждый счетчик в стенку выбивать и с замком ставить, чтобы они не принялись на этом этапе. Или эти счетчики, которые не ткнутся рукой кулаком, а какой-то нормальный металл, там, полтора миллиметра метрический лист, а потому что не так. Или может их решать путем установки счетчиков при заселении, при начале ремонта вашей. Ну, когда вы уже, не сегодня, вот поставь мне счетчик, а я приду через месяц. Вот вы через неделю пройдете туда, ну тогда и поставите. Я считаю так. Если вы считаете по-другому, ну скажите. Я понимаю, эта фаза откладывается, но у нас пока блокирует набор. Когда мы будем с ним разберемся с набором, все будет чисто и понятно. Когда мы его будем подписывать, тогда мы можем выходить на эту линию. Мы идем на ремонт, мы хотим привезти в свой унитаз, там, плюсные счетчики. Когда будет вода в доме? Вода в доме есть уже. До записи, все правильно. Себорная, о которой мы говорили, вы будете устанавливать, правильно? Ее уже установили. Может, не будет по всем, это нам. Значит, заканчивается этот процесс. Но то, что устанавливали, я не был опять, чтобы меня не ловили на... Словен. А в квартире мы что должны установить? Ничего. Что в квартире установить? Вы считаете, что мы должны установить? Из-за порной армата? Ничего. Правильно. Зачем, куда? В квартире ее можно получить. Спасибо. Спасибо. Это было бы, да, чтобы перечить. Ну, ты как, по слову, хорошо. Вопрос по вашей отрасли. Я же шефрана КМР сейчас стоит правильно. Подрядчик. Внимание подрядчик. Подрядчик. Хорошо. Как они еще? Долго будут там? Не долго. Начнем заселять дом и снимем. Ну, то есть, когда пойдут какие-то первые инвесторы, заслужить на реконду, выездят. А возьмите и снимите. А чего это? А чего это? Вы на полтора года подплаты, да? Так возьмите, поддержите актаму больше. Ваши журналы не доделают. Какая-то реакция. Можно ее увидеть? Потому что мы все пишем в журнал. В журнале ничего ничего не комментирует. Как бы от вас. Да, здравствуйте. Что же скажи по закону всех по работам? На обоих домах. По этажам. А, да, точно. То есть, на втором доме ты все поставишь, да? Хорошо. На первом доме сейчас принято все. То есть, на втором доме вся стоит. Ну, посмотрите, если вы обманули меня. Чем меньше стоит, больше где еще там стоит, тем меньше там. Ну, Малина Викторовна, наверное, не докажешься. Это при секретном объекте. Да, при чем здесь не секретный объект? Вы, ладно. Скажите, вы снимаете охрану, да? Ну, в чем это журнал? Два охранника надо. Так что по журналу? Я ходила, смотрела журнал. Прям минимальное количество заявлений. С одной квартирой выходили, вот, в которой оказалось записано, другой журнал, то есть, первый, с другой дом. Еще два человека там написали. Месяца еще не пришлось. Но мне-то там было. Подождите. В журнале там... Подождите, ну, как бы... Вы конкретно по своей квартире скажите. Вы скажите номер, конкретно с вашей квартиры пойдет. Завтра мы отработаем вашу квартиру конкретно. То есть, если у меня вопросы были, я не могу написать, или... Нет, это написано... Там есть журнал по работе с инвесторами. Он прошит. На первый дом отдельно, на второй дом. А в кообверте стоит пункт около первого дома. Она работает... В понедельник у нее выходной, она работает с вторника по субботу. Журнал мы этот смотрели. И те, что в журнале зарегистрировались, там минимальное количество заявлений. В одной квартире у нас был вопрос, она была записана не в тот журнал. Вопрос в другом, извините, я же пытаюсь вам задать. Вы вообще как-то эти в журнале замечания комментируете? Безусловно... Зачем журналы? Мы их контролируем. Мы их контролируем. А инвестор устранения своих замечаний подтверждает подписанию доведки о том, что у вас уважение в бизнесе. Слышишь, а если мы пишем от вас некорбные акции в этом журнале... На журнал мы ответы не даем. На журнал мы просто принимаем. Вы пишите, я же... Так, давайте разберемся. Подождите. Журнал ведет ген-потрядчик. Есть лицо ответственное. Там есть человек. Фамилия и отчество у него есть. Вот так. Не надо это еще. Хорошо. Все, не одно замечание. Дмитренко Сергей Иванович и Хрущ, Наталья Масси. Вам запорная арматура установлен. Она принимает ваше зиму. Она принимает эти зиму. Делает список. Она и учитывается. Ухан-Ухан, Митренко Сергею Ивановичу. После того, как устранены эти замечания, вы подписываете ей довидку в произвольный форм на то, что у вас замечания в вид суть. И испытываем стояк. До того, как я... Кроме вами, вы не будете писать. Но довидка никаких реакций на мои замечания. Вы все равно здесь будете подписывать от первого объекта. Я хочу, чтобы вы делаете это побыстрее. Ну, а дальше вы поставите. Вот у нас тут первое. Я говорю за всех сейчас. А при сольке, вы можете сказать, что у вас есть в основе. Вот, звоните. Конкретно, почему стоят люди не подписаны. Конкретно. Домы, здесь, здесь, здесь. Проблемы с балконами шляпы. Они записаны в сто без утра. И вам, может, еще раз, звоните. Мы не ставим. Вот это будет сделано. В квартире, скажите. Возьмите дом и все квартиры. Это не квартиры, это не квартиры, это не квартиры. Анализы пускают нам завтра, послезавтра, пускаем на проверку, вот, на промывку. Она промоет и проверит заодно и террористические испытания. Я конкретно девушка, вы слушаете? А потом, в эксплуатировании эта сторона открывается, когда будет что-то в квартире стоять. И пошла вода, счетчик ставится, чтобы уже считать. Что это будет делать? Счетчик, где будет? Так, сейчас налезет, налезет, налезет. Это сейчас новые нормы. А где это будет прописано, а то, что... ЕДН-овские нормы, это не нами, а на руках уходит определенное. У нас некоторые дома, которые раньше мы строили. Вернее, не некоторые, а все, практически. Да? Водяные счетчики у меня, в том числе, в квартире. Да я в туалете два счетчика у меня холодные и горячие. Ну, сделали норматив такой, Минрегион ГУС и все остальные сделали норму такую. Для чего? Для того, чтобы Киевводоканал, при вашем или не вашем, а вообще лотиллерами, в неуплате за воду, мог прийти и перекрыть вам жизнь. Вот все, чем они руководствовали. Это мое мнение. Для чего это сделать? Чтобы была доступность к ним. Как вы считаете, эти два охранника, они утром и все? Зачем они вообще тогда там? Ну, зачем они вам? Это ваше имущество, поймите. Счетчик – это ваше имущество. Вы за него заплатили. А то, как чье имущество, наше? Какая коробка? Ну, в которой стоит счетчик. Чего? Ну, конечно, наше. Нашим? Да. Где вы знали? Правильно? И по этой счетчике, это ваше, за которое вы заплатили. Ну, будет тот охранник его охранять. Ваше майно. Он какое-то отношение к вашему майно имеет, тот охранник? Он имеет отношение к строительным материалам, чтобы не выражать. Вопрос охранник на втором вопросе. После ЖЭКа охрана, чтобы начинать что-то останавливать, нужно быть уделяющим в том, что вы не унесли. Ну, вот смотрите, я даю, чтобы вы все понимали. Вот я проживаю точно в таком же доме, как вы, у вас сидит консьерж. Вы его наймете, ЖЭК его наймете, еще чего-то наймете, да? Значит, сидит внизу, разные пробовали варианты, выдавали карточки, в отдельных домах есть журналы, которые записывают каждого, кто заходит на объект. Хозяин приводит своих рабочих и говорит, вот у меня, значит, тут пять рабочих, вот их нефамилия и имя, отчество, вот, значит, им пробу, чтобы только пропускали. Консьерж сидит внизу, 24 этажа. Что делается на 24 этажах? Человек не может, сколько бы он ни был, 7-5 евро в год. У нас вот последний случай на Капегрика. Вот этот, ключница, да, по работе с инвестором, она заходит в лист, ей на встречу выходят две женщины с сумками. Она их, естественно, спрашивает, вы из какой квартиры? Они говорят, мы из какой-то квартиры. А она знает инвесторов в лицо этой квартиры. И тоже их ловит на вранье. Потому что она говорит, я знаю, что это люди, я знаю их в лицо. Она их останавливает. Они бросают две сумки, в которых находятся 8 счетчиков. Холодные, горячей воды. Полностью сняли этаж. Причем не просто там скручивают. А соответствующим инструментом сняли этаж. Они бросили эти сумки и бросились бежать. Женщины абсолютно молодые, не подумали, не мужчины, не какие-то там примесные и так далее. Вот последний случай у нас на Капегрика 3. Поэтому все зависит от сохранности. И у вас она будет и дальше. Даже когда вы заселитесь, вы все равно сохранность счетчиков будет. Нет, я вам еще раз хочу. Вот вы с нас требуете поставить. Вы готовы поставить. Вы на первой пусковой очереди. Для того, чтобы не держать там людей. Потому что это тоже экономически невыгодно. Выставили все счетчики холодной воды, горячей воды, электрочечечки и счетчики теплового по квартирному учету с подключением. Причем счетчик сам по счетчику тепла, он стоит там 3 тысячи или 3,5 тысячи и так далее. А само редуктор давления, сама система включения, зависит от того, сколько квартир он включает. Стоит от 8 до 12 тысяч. И там есть такой звеньевик медный, который просто приходят, срезают и потом за 200 гривен или за какие-то копейки сдают во вторсырье, медь сдают. Понимаете? Они, может быть, даже не знают, в чем ценность. И восстанавливаем украденное до сих пор. До сих пор восстанавливаем украденное. Вместе с поджеком. Какие-то ящики полимошки. Нет, ну полимошки. Хорошо, а какой здесь, что? Еще можно вычем поставить? Давайте посмотрим. Что на другие дома у нас? Примерно вот так люди знают своих соседей по этажам. Насначают старшего этажа. Ставят какую-то усиленную дверь, опять-таки на этаже охраняют дерьмышцы на своем этаже совместно. Соседи, то есть, а у вас смотрят, кто у тебя работает, кто у тебя работает. Потому что это совершенно чужие люди, которых тоже набирают. Где-то через знакомых набирают, где-то еще как-то набирают. Понимаете? Оно не было какое-то время, когда у нас было благополучие в государстве, не было воровства. Сейчас воруют абсолютно все. Независимо от того, есть паспорта этих счетчиков или нет, и куда их можно реализовать. Можно реализовать... Нарина Викторовна, вас не хотят слушать. Давайте же. Еще я хочу сказать... Еще я хочу стать большой...